В Воронеже большие гастроли московской табакерки, легендарную музыкальную драму страсти по бумбарашу привез столицу Черноземья народный артист России, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Этот спектакль масштабен не только по своему смысловому наполнению и декорациям, отметил актер и режиссер. Всего в постановке, по его словам, задействованы 120 работников театра и половина из них непосредственно на сцене. Это практически вся труппа табакерки плюс студенты театральной школы Олега Табакова. Кстати, будущие актеры будут впервые участвовать в этой постановке именно на сцене Воронежского концертного зала. Так что для них предстоящий спектакль фактически дебют в профессиональной карьере. Напомню, история бумбараша, хорошо известная по одноименному фильму, впервые стала спектаклем в 1993 году на сцене театра Олега Табакова. А после открытия новой сцены в 2016-м эту постановку вновь вернул в репертуар нынешний художественный руководитель театра Владимир Машков. Глава Союза театральных деятелей также планирует провести в Воронеже множество творческих встреч и мастер-классов для студентов театральных вузов, учащихся от детских школ искусств и для местных артистов. В столице Черноземья создано хорошее театральное пространство, отметил режиссер. Региональное отделение СТД самое большое в стране после Москвы и Московской области. В его составе более 300 деятелей культуры. Что касается постановки, воссозданной Владимиром Машковым, воронежский зритель должен ценить ее по достоинству, уверен режиссер. Олег Павлович Табаков очень хотел возвращения этого спектакля на сцену нашего театра. Я знал об этом. И вот когда я стал художественным руководителем, это был буквально первый спектакль, который мы... Это не восстановление, это новый спектакль. В прошлом спектакле принимали участие 20 человек, все, сейчас 60. Мы серьезно поработали и с музыкальным оформлением, и с оформлением спектаклями. Все это театральное искусство, в том числе идеология, в том числе формирование мышления, духовности наших граждан. И это огромный вклад в ощущение патриотизма, в то, чтобы люди все-таки поняли историю и любили свою Родину такой, какая она есть. Вы на этой ниве большой труд делаете, вы на этой ниве очень успешны. Я хочу поблагодарить вас, в том числе за такую непрямую вашу задачу, но тем не менее искусство служит этим своим. Не только творчество, но и технические аспекты воронежской культуры обсудил затем Владимир Машков на встрече с губернатором Александром Гусевым. В Воронеже большое количество талантливых ребят. Многие актеры из столицы Черноземья уже зарекомендовали себя в московских театрах, а также в кино, отметил народный артист. А вот что касается культурной инфраструктуры, то председатель Союза театральных деятелей и глава региона говорили в первую очередь о реконструкции театра оперы и балета. Александр Гусев отметил, что по проекту изменения коснутся лишь фасада и сценического пространства. Зрительный зал планирует воссоздать без перемен. Ремонт этого театра – один из самых масштабных проектов для всего региона, поэтому требуется в том числе и федеральное софинансирование. Владимир Машков, который ко всем своим регалиям входит еще в президиум Совета при президенте России по культуре и искусству, пообещал оказать содействие Воронежской области в этом вопросе. Ну и, конечно, народный артист особо подчеркнул, что Воронеж по праву считается театральным городом. Недаром в столице Черноземья сегодня работают пять государственных театров, три муниципальных плюс частные. Нет такой страны, чтобы было такое количество государственных театров, которые выполняют, ну, не просто функции, это миссия. Миссия другой стороны ответственности тех, кто этим занимается, огромное и образовательное, и просветительское. Спасибо.